День Республики День Республики По итогам выступлений представители отрасли, руководители Минсельхоза Республики, главы Лаганского РМО, сотрудников пограничной службы определили компромиссные решения, которые должны привести к развитию рыбной промышленности. Для достижения результата необходимо обоюдное встречное движение. Контроль, конечно, нужен, но организация процесса не должна мешать рыбакам и предприятиям. А им, в свою очередь, важно использовать те инструменты поддержки, которые сегодня предоставляет государство. Определили совместными усилиями достичь решения вопроса по дноуглубительным работам канала. Приняли решение ввести меры стимулирования добровольцев, участвующих в защите государственной границы. Отметил Бату Хасиков. Бату Хасиков. И отдельное спасибо соседям из Ростовской области за поддержку и память о подвиге калмыцкой дивизии. Героический пример наших предков всегда в наших сердцах. Будем достойными потомками этого великого поколения. Я не могу даже передать вам словами столько позитива. Я всегда следила за ходом конного похода. Я сама являюсь потомственной казачкой донской. Я родилась не там, но училась я там. И вообще большие молодцы, благодарности от всего калмыцкого народа. Надо вспоминать своих стариков, дедов, прадедов. Они действительно совершили такой подвиг сильнейший. Это ничего не делали. Калмыки не должны забывать. Свой народ, своих дедов. И я рад, что такой праздник состоялся в нашей республике. Эмоции, конечно, переполняет. Это вот давно долгожданный такой поход. Это хорошо, что сделали. Потому что очень многие не знают значимость, которые провели бои 110-я кавдивизия. Они вот на месте сами проехались. И народ уже увидел этих всадников. Действительно, наша 110-я кавдивистская дивизия в тяжелый год, 42-й год, сдерживала натяжк гитлеровцев. Я чувствую очень сильную гордость за свой народ, за всех тех людей, которые постояли за нашу родину, за Россию и за свой дом. Я считаю, что такие мероприятия работают на подъем национального духа. И что без таких мероприятий, мне кажется, мы потеряем всю память о нашей великой истории. И в продолжение темы в минувшие выходные в станице Раздорская, усть Донецкого района Ростовской области, прошли заключительные мероприятия в рамках конного похода в память о 110-й отдельной кавдивистской кавалерийской дивизии. Напомню, именно здесь совершил свой подвиг герой Советского Союза Эрдни Деликов. Участники похода почтили память, герои поднесли венок к его мемориалу. Также в станице прошел митинг и концерт с участием творческих коллективов Калмыкии. Подробнее о том, как завершился конный поход в материале Донары Бимбиновой. В станице Раздорской Ростовской области закончил свой путь конный поход, посвященный памяти 110-й отдельной кавалерийской кавалерийской дивизии. Почти две недели калмыцкие всадники шли по маршруту наших предков, защищая Дон в Великую Отечественную войну. Несмотря на погодные условия, теплая встреча жителей с конниками состоялась. Ребята прошли под палящим солнцем и проливными ливнями почти 500 километров и приняли участие в 14 митингах, на которых рассказали местным жителям о подвигах национального соединения, совершенных 80 лет назад. В музее-заповеднике в честь прибытия конного отряда из соседней республики состоялось торжественное открытие выставки 110-я отдельная калмыцкая кавалерийская дивизия. Активисты калмыцкого регионального отделения юнармии вручили капсулу с Дербетовской землей. Именно там сформировалась легендарная 110-я. Те наши соотечественники, соплеменники, которые полегли здесь, пусть это в этой земле раздворской, то горсть этой земли, родной земли, пусть им немножко поможет или как-то облегчит их страдания. Они стопы перенесли и отдали жизни за нас. Также здесь калмыцкие конники приняли участие в торжественном митинге. Возложили венок к памятнику героя Советского Союза Эрни Деликову. Именно здесь ровно 80 лет назад совершил свой подвиг сержант 273-го Сарпинского полка 110-й калмыцкой кавалерийской дивизии Эрни Деликов. Стоит отметить, что в этом году также отмечается 100-летие со дня его рождения. Его родственники регулярно приезжают в станицу, чтобы почтить память героя Советского Союза. Она воспитала двух героев. Сына своего, отца моего, который прошел войну, жизнь отдал. И Эрнцин Леджевич, родной племянник ее брата, сын. Он был сиротой, в детстве остался сиротой и воспитывался в семье Гагашки. Жители станицы свято чтут память воинов 110-й. Яркий тому пример ухоженный памятник Деликову. Кроме того, соблюдается и преемственность. Старшее поколение передает молодежи историю о защитниках донских переправ. Жители конкретно Ростовской области, от которых я слышал все это, они все помнят, они все знают, что действительно 110-е насмерть здесь стояло. Для меня день очень тоже волнительный. Дело в том, что мои родители, то есть мама, во время Великой Отечественной войны, вот это все, что здесь происходило, ей было 13 лет, все на ее глазах, очень много я узнала страшного. И я очень благодарна вам, вашим предкам, что вы стояли насмерть, что вы дали людям отойти, мирным жителям, военным, чтобы сохранить многие жизни. Да, благодарна, что мы тоже чтим, помним все это, никогда не забываем и не забудем это все. Торжественные мероприятия к 80-летию подвига 110-е ОККД проходили два дня. Для участников конного похода и жителей Станицы калмыцкие артисты организовали праздничный концерт. Ростовчане же пожелали, чтобы такие мероприятия проходили ежегодно. Донара Бимбинова, Ачир Убушаев, информационная программа День Республики, Ростовская область. А теперь к сводке региональной госавтоинспекции. За прошедшую неделю на дорогах Республики зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, 21 получили травмы различной степени тяжести. Также на основании информации, полученной в режиме автоматической фото-видеофиксации, на территории Калмыкии сотрудниками госавтоинспекции вынесено 1606 постановлений об административном правонарушении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова